Вы посмотрите, какой у меня волосы влезят. Ребята, всем привет! Вы все знаете, что я сейчас учусь в 10 классе, и у меня каждый вечер просто забит допами. У меня во вторник математика и тренировка еще. В среду у меня английский двухчасовой, в четверг у меня тоже английский и тренировка. Между прочим, в 8.30 утра. Далее в пятницу у меня математика. В субботу у меня английский. Ну такой, знаете, полувыходной день. Потому что у нас в среду и в четверг английский именно ЕГЭ. Подготовка, мы там задания делаем, такие вообще труженицы, да? А в субботу такой более разговорный английский, современный по вот этому учебнику. Он, кстати, сейчас уже заканчивается, мы заказали новый, который на уровень выше, ну типа посложнее. Вот, то есть этот у меня интермедиат, а тот будет, не знаю какой. А в воскресенье у меня всегда математика, и сейчас я еще взяла общество знания. Я вот с Ириной недавно обсуждала тему переводного экзамена в одиннадцатый класс. В общем, мы сняли небольшую вставочку, сейчас я вам ее покажу. Ребята, у меня сейчас английский. В общем, сейчас мы делаем ЕГЭ, любимые наши тексты. Вот это вот прям моя любовь. Письменная часть очень тяжелая в ЕГЭ. Нам сказали, что у нас будет переводной экзамен из десятого в одиннадцатый класс, и мне нужно будет сдавать русский, математику как обязательный, и два предмета на выбор. Сейчас март, и как-то только что вот сказали? Да. Ну, типа, мы об этом все знали, это каждый год сдают, но нам, так сказать, напомнили вот только недавно. Ну вот я об этом узнала, что оказывается у тебя экзамен по английскому в этом году? Да. Спасибо, что сказала. Английский я, ну, типа, сдаю сто процентов всегда. А вот второй предмет я не уверена, ну, типа, я не знаю, что сдавать. В прошлом году к УГЭ я готовилась к географии, сейчас я уже ничего не помню, не вариант ее сдавать, потому что там задают просто кучу вопросов сверху. А попробовать историю, например? Историю? Нет, ее точно не надо. Общество знания? Ну, я его, скорее всего, на ЕГЭ буду сдавать, но я пока его не знаю. Я все это время ничего не делала на общество знаний, ничего не учила. Надо начинать готовиться тогда? Получается, что надо. Надо узнать, какой формы будет экзамен, устный или письменный? Общество устное. Не во всех школах есть такой экзамен, я просто удивлена. Ну, в основном ВПР пишут. Ну, ВПР это одно, если ты не сдал ВПР, это, конечно, плохо, но на следующий год ты также пойдешь в следующий класс. А этот экзамен, если не сдашь... Ну, у меня будет пересдача через пару дней или недель. То есть серьезно все очень. Да. Сначала сказали, что пересдачи не будет, типа с первого раза, если вы не сдадите, все, уходите. Всякое может случиться, ведь, может быть, человек знает, но перенервничал. Вот, ребята, я уверена, что среди вас есть те, кто всегда нервничает, когда особенно устно отвечает. Тоже надо дать всегда второй шанс, мне кажется, ученикам. И третий можно, и четвертый тоже. И так до 40 лет. Пусть сдают. Да. Короче, вот такие дела, ребята. Готовимся к игре. У меня только один выходной. Это понедельник. Ну, как бы выходной от допов. И то в понедельник у меня вокал. Ну, извините. И, кстати, вокал, типа один час в неделю, это не очень много. Ну, типа это прям мало. Ну, у меня нет больше времени. Мне еще видео снимать для вас. И уроки делать. И вообще мне еще отдыхать надо, как бы, желательно. Поддержите меня лайком. Чем будет больше лайков под этим видео, тем я буду больше для вас стараться и снимать больше роликов. Потому что что-то лайки, ребята, у вас упали. Надо их поднимать обратно. Да. И пишем идеи для видео под этим видео. Я сегодня убиралась и откопала тут у себя куча всяких контрольных, самостоятельных, ненужных листочков, которые я решила вам показать, а потом уже выкинуть. Потому что тут реально интересно мои, так сказать, старые, контрольные, самостоятельные работы по алгебре, когда я еще ничего не понимала. Кстати, ребят, сейчас мне уже стоят пятерки по алгебре, геометрии. Короче, у меня математика уже стала ближе к четверке. Ну, типа, не три там как было, ближе к двойке, а ближе к четверке уже. Вот. Мне прям нравится. Может, даже у меня в четверти, хотя мы поучимся по балу-кодиям, будет четыре. Ну, типа, промежуточную поставим. Вот, значит. Самостоятельная работа. Но ЕГЭ я еще все равно не сдам. Я к ЕГЭ пока не готовлюсь. По математике именно. Я пока прохожу программу, потому что вот то, что мы сейчас проходим, это все будет в ЕГЭ. Ну, типа, нужно пройти. В общем, вот так вот я прибралась. Посмотрите на мою уборочку. Ну, так чисто. На выходные. В понедельник опять я все переверну. Короче, у меня тут так всего много. Давайте начнем с математики. Посмотрите, какая красота. Тут три с минусом. Ну, уже не два, да? Тут я только начинала все понимать, так скажем, в процессе обучения. Вот такая контрольная. Но тут, в принципе, полегче было. Тут три с минусом, а тут твердая тройка. Йоу. Далее. А, это я просто, типа, неконтрольная. Просто листочек вырвала с математическими всякими штуками. Здесь у меня два. Ну, тут я, посмотрите, вообще ничего неправильно, потому что здесь что-то я ошиблась, видимо. И все пошло не по плану. Далее еще одна двойка. Йоу. Тут вообще ничего неправильно. Вот это я, конечно, прям молодец. И далее вот такая работа. Здесь у меня уже четыре, посмотрите. Ну, вы знаете, да, ребят, что я пользуюсь приложением Яндекс Алисой. Но сегодня я вам хочу рассказать о том, как круто она мне помогает с учебой и какие фишки у нее есть. Для учебы это, конечно, просто находка, потому что в одном приложении находятся сразу все нужные функции. От поиска информации до пошагового решения примера с объяснениями. Заходим в приложение Яндекс Алисы. И, конечно же, первым делом идем настраивать себе кастомную клавиатуру, которая будет радовать глаз. Так, популярные настройки. Внешний вид. Темы. И здесь мы можем выбрать любую тему, которую захотим. Теперь выбираем любую фотографию. Ну, пусть будут Рафаэлки. Клавиатура на фоне Рафаэлок. Вот такая вот красота у нас получилась. И теперь можем переходить к по-настоящему полезным для учебы функциям. И, конечно же, это крутейшая умная камера. С ее помощью можно не только перевести текст и скопировать надписи с фото, но и получить решение уравнения с пошаговым объяснением, что сильно упрощает жизнь в школе или в другом учебном заведении. Короче, вот у меня есть такой замечательный неправильно решенный пример. Я хочу посмотреть правильное решение. Наводим умную камеру с решением. Так, вот, смотрите. Нашли мой пример. И вот здесь правильное решение. Ребят, это очень круто. Я всегда пользуюсь этой камерой, когда у меня возникают какие-либо вопросы. Ну, типа, это прям реально удобно. А еще вы можете сэкономить время при поиске нужной информации и сразу получить максимально быстрые ответы благодаря Яндекс.ГпТ. Если вы хотите упростить процесс обучения, то рекомендую установить приложение Яндекс.Алисой по ссылочке в описании. Смотрим дальше. Что у меня тут есть еще? Помимо математики, это химия. И здесь у меня плюс-минус. Видите, неправильно обозначила. Но на самом деле я-то ничего не знаю. Я это списала. Далее. Это русский язык. Просто выдали такую распечатку. Склонение числительных. Спасибо. Очень интересно. Далее. Русский. Это я писала конспект. Тетрадь забыла. Написала на листочке. Это физика моя любимая. Смотрите, какая красота. РНО домой дал вариант. 13-12 нет на уроке. Нет РНО. Обещала. Не принесла. Два. Вот. Потом я написала работу над ошибками. Смотрите. Видите, сколько здесь двоек? Раз. Два. Три. На одном листочке. Мне эти три двойки поставили в журнал. Про мои двойки по физике вы все знаете. Я вам всегда про них говорю. И, кстати, у меня здесь три плюсика. А говорили, что за три плюсика типа они могут что-то, ну, типа, оценить как-то. Не на двойку. Хотя бы на тройку с минусом. Поэтому я считаю, что даже тут нечестно мне двойку поставили. Да. Пиши в комментариях убираете ли вы свои вот эти распечаточки контрольной работы и так далее. Я вот решила прибрать. Потому что в последний раз я там убиралась в прошлом году, если мне память не изменяет. Далее английский, который мы делали с Ириной. Это мы уже все сделали и письменно, и устно. Поэтому это можно выкидывать. Это выполнено. Какое-то ДЗ по химии было. Синквейн. Тема спирты. Я написала тему и все. Потом я заболела и так и не сдала его и не сделала. Класс. Повезло. Далее какая-то песенка Это был черновик для сочинения. В классе я написала темы, из которых я выбирала одну. Вот. И начала тут писать какие-то, ну, типа, примерные фразы, которые у меня будут в сочинении. Вот. Далее еще химия. Четверочка у меня здесь. За две ошибочки всего. И тут даже не ошибочка, тут просто палочку забыла нарисовать. Далее тургенев, литература. До свидания. Тут тест. Мне за три ошибки поставили четыре. Пять с плюсом должно быть. По тургеневу-то. Вы что думаете? Я не знаю отцов и детей. Еще химия. Это не КР. Просто на уроке мы это делали. Это тоже. Это контрольная. Ну, сам раб. Четверочка. Пять по химии. Йоу. Крутая. Сочинение отцы и дети. Такие у меня темы были на выбор. Я выбрала 14-е. Честно говоря, я вообще не поняла, что они там от меня хотят, но не важно. Отцы и дети бред. Мне не понравилось. Кому тоже пишем в комментариях. Война и мир, кстати, тоже какая-то скучная. Мне тоже не нравится. Я думала, будет гораздо интереснее. Ну, ладно. Вот самое нормальное это мертвые души. Ну, типа, мне прям нормально зашло. Еще как что-то было интересное. Это английский. Тут Ксения выполнила задание такое вот. Йоу. Это русский. Смотрите, переворачиваем. И здесь, типа, нужно было заполнить. Это тупой... Это знаешь, как в английском лайк. У них, типа, лайк это как нравится и как как. Типа, по типу. Лайк. Like this. Йоу. Это не ошибка тупая, это задание тупое, потому что тебе дают работу, где на одной стороне у тебя задание, на второй ответ. И ты сидишь вот так вот и переворачиваешь, просто переворачиваешь листочек и смотришь ответ. Ну, это тупо. Я просто заступила и здесь, короче, забыла написать. Вот как так списать не смогла? Ну, короче, тоже мне такое не нравится. О, работа над ошибками как раз-таки физика, которую я даже не принесла, хотя написала. Вот она. Мне поставили три двойки за это все дело, но работа над ошибками у меня была. Я просто ее не сдавала, потому что, ну, как бы, отстаньте от меня. А это я просто рисовала в тетрадочке. Что-то здесь интересное. Вот такой рисунок. Можете оценить. Можем порвать его вместе с вами. Йоу. О, то, что я не учила ни разу, но написала на пять, потому что списала. Это кислоты. Метановая кислота, муравьиная, уксусная, пропановая, алиновая и так далее. Вообще не знаю это, но у меня опять, смотрите, все прям в нужных местах написано. И последнее, это распечатка типа конспектика, которую нам нужно было сделать в тетради. Это мы выкидываем. Все, выкидываем. И физику тоже. Многие пишут, что вот я двоечница, в школу не хожу. Да, ребят, вот такая вот я плохая, у меня еще футболка, секс есть. Вот, а еще я как бы, ну, математику потянула. У меня пятерки пошли. По-английскому у меня вообще одни пятерки, у меня ни одной четверки за год нет. Если у нас есть такое правило, то тогда, возможно, даже английский сдавать не буду, у меня будет автомат, потому что у меня ни одной четверки нет по-английскому. Ну, как бы, если такое есть, то я только за, я соглашусь. Прикиньте, три экзамена писать вместо четырех. Хм, как хорошо. Я в этой футболке приду. Сейчас я еще начну учить общество знаний, и вообще круто будет. А все остальное знать мне, в принципе, не нужно. Химия, я знаю, аж два ода достаточно. По физике я знаю, что два пальца в розетку усыпать не надо. Все, супер. Лампочки вкручивать я не собираюсь. Я найду кого-нибудь, кто лампочки мне вкрутит. Все, достаточно. А вот английский общество как раз-таки те предметы, которые в жизни пригодятся. Поэтому, ну, математика и русский, они, в принципе, нужны. Ну, русский пригодится, ну, как бы, да, для жизни, для развития, так скажем. Математика для поступления чисто. Вот. Ну, деньги посчитать не надо. Да деньги посчитать и второклассник сможет без математики. Раз-деньга, два-деньга. Ну, это уже, как бы, проблема с русским, вот кто так считает. Раз-деньга, два-деньга, потому что деньги неисчисляемые. Ты можешь посчитать рубли. У тебя раз рубль, два рубль, три рубль. Деньги-то не можешь считать. Одна деньга, две деньги, три деньги. Ты так не считаешь, все, значит, деньги неисчисляемые. Но это больше английский. Потому что русский мне тяжело. Ну, типа, вот, именно по обществу или нет. Кстати, я еще хотела вам свои оценочки показать. В пятницу, короче, я получила пятерку по-русскому. Я просто ответила пару раз на уроке. Ну, потому что, ну, типа там, там, изи вообще реально. Вот, и получила пять. Йоу. Теперь у меня есть пять по-русскому. В четверг я получила пять по геометрии. В среду получила пять по ОБЖ, пять по литературе. Далее. Пять по географии получила во вторник. Четыре и четыре, то есть две четверки по-русскому получила тоже во вторник. И пять. А! В один день я получила три оценки по-русскому. Это четыре. Четыре и пять. Йоу. И в понедельник получила четыре по алгебре, два по физике и пять по физкультуре. Ну, физика, конечно, вообще лишняя в жизни. Ну, типа, блин, реально. Лампочки, ну, мне кто-нибудь крутит, серьезно вам говорю. Все. Ну, пальцы в розетку ссувать не надо. Особенно мокрые. Все. А теперь я пойду погуляю. Субтитры сделал DimaTorzok